Всем привет, меня зовут Вова, добро пожаловать на канал InSanStudio. В этом видео мы с вами распакуем аксессуары к камере GoPro Session 5, а также распакуем карту памяти, которую я буду использовать для съёмки видео на эту камеру. А начнём мы, пожалуй, с вот этой посылки, а эти мы распакуем чуть позже в этом видео. По традиции начнём с передней стороны. Здесь находятся адреса отправителя и получателя. Также написано, что это аксессуар к камере, стоимость его 1 доллар, но я покупал где-то за 80 или 70 центов. Посылка мне пришла очень долго, я ждал её где-то месяца 2, а то и вообще 3. Очень давно я её заказал и очень долго ждал. Несколько раз переписывался с продавцом, поэтому посылкой я не очень доволен, но давайте распакуем, а помогут мне в этом деле ножницы, которые я взял, чтобы распаковать посылку. Давайте мы её разрежем с этой стороны, потому что посылка здесь маленькая и внутри находится тоже маленькая штучка. Поэтому давайте её откроем и здесь мы видим, что мы видим внутри, а внутри находится крышка. Это нам больше не пригодится, откладываем в сторону. Эту крышку я заказал для того, чтобы не царапался объектив камеры. Давайте попробуем надеть крышку на камеру и влезет ли она в неё, потому что чехол для GoPro Session 4 и, как мы видим, проблем нету и крышка плотно ложится на камеру. И теперь объектив камеры полностью защищён от всяких царапин и травм. Также, если вставить камеру в защитный кейс, то здесь тоже нету проблем, всё одевается отлично и вместе оно также может хорошо жить. Никаких проблем нету. Этой посылкой я очень доволен, она отлично подходит для камеры GoPro Session 5. Ссылка на этот товар есть в описании, так что, если вы сомневались, заказывайте, нет никаких проблем. Единственное, что вам придётся ждать доставку примерно месяца два. Следующую посылку мы распакуем и посмотрим, что здесь. По традиции, здесь находятся адвеса отправителя и получателя. Также здесь написано, что это аксессуар к чему-то. Посылку оценили в 2 доллара, примерно столько это и стоило. Сейчас всё нет, мне кажется, дешевле. Сзади мы ничего не видим, больше тут ничего нет. Кстати, на таможне, по всей видимости, посылку открывали, потому что она заклеена скотчем. Думаю, на таможне её проверяли. Давайте не будем медлить и сразу её распакуем и посмотрим на содержимое этого конверта. Что же находится здесь, сейчас мы с вами увидим. Открываем конверт. И внутри мы видим, что вот, это крепление на камеру GoPro Session для штатива. Как нам известно, у компании GoPro отсутствует разъём для штатива. Здесь есть свой метод крепления, который входит в стандартный. И давайте снимем вот. Вот такое крепление нам предоставляет сама компания GoPro. Никакого разъёма для штатива нет. Поэтому нам нужно отдельно заказывать вот такую штуковину, чтобы камеру можно было наконец прикрутить к штативу и нормально снимать со штатива с помощью камеры GoPro Session 5. Мы должны закрутить эту штуку, но она почему-то не закручивается. В чём проблема? Давайте мы её просто с вами уберём, потому что она мне не очень нужна. Я вообще не знаю, что это такое. Ну, ладно. Да, закрутилось. То есть всё, крепление идеально подходит для камеры GoPro Session 5. Как и с чехлом, нету никаких проблем. Всё отлично вот крутится. Также я могу, наверное, зафиксировать, чтобы оно более крепко держалось. То есть всё идеально. Теперь я могу вот так вот крепить GoPro на штатив. Ну, а теперь настало время перейти к финальной распаковке в этом видео. Мы распаковываем с вами карту памяти SanDisk на 32 гигабайта, которая позволяет снимать видео в 4К. Эту карту памяти рекомендует сама GoPro. На официальном сайте указано, что эта карта памяти идеально подойдёт для экшн-камеры. Также здесь написано, что карта памяти рассчитана на экшн-камеру. Я остановил свой выбор именно на 32 гигабайтах, потому что максимальное количество гигабайт не очень хочется использовать, а лучше просто купить две таких карты памяти и постоянно их менять по мере заполнения. Эту карту памяти я покупал за 520 гривен. Это примерно тысячи-полторы рублей. Возможно, кто-то найдёт дешевле, но я покупал её в официальном магазине и с гарантией в 60 месяцев. Да, эта гарантия меня очень удивила. Но 60 месяцев, видимо, SanDisk очень уверен в том, что карта памяти никак не может поломаться и что будет служить на протяжении трёх лет без каких-либо проблем. Здесь на задней стороне указано, что по этой линии полоски нужно разрезать. И давайте мы так с вами и сделаем. Картон прочный, поэтому его достаточно тяжело разрезать. И так, давайте посмотрим, что находится внутри, хотя мы карту памяти и так с вами видели, но почему-то, а нет, всё получилось. Итак, давайте вытащим. Давайте, вылазь карта памяти, досталась из коробки. Также при выборе карты памяти я обращал внимание на то, есть ли здесь картридер в комплекте, потому что он мне нужен будет для передавания материала с карты памяти на компьютер, на планшет и так далее. Здесь защитная плёнка, которую мы отрываем и получаем доступ к самой карте памяти, а также картридеру давайте вытащим. Вот. Картридер от SanDisk и карта памяти на 32 гигабайта, класс 10. А что обозначает вот эта циферка 3, я так и не понял, но думаю, что что-то-то она и значит. Засунули. И теперь можем закрывать крышку. А, вот так вот это делается. Нет. Вот, да. Ну что ж, давайте её включим. Ну что, ребята, на этом всё. Мы сегодня с вами распаковали крышку для камеры GoPro Session 5, также крепление на штатив и карту памяти от SanDisk. Также на моём канале есть видео распаковки камеры GoPro Session 5, и моё первое впечатление ссылка есть в описании под этим видео. Напоминаю, что на канале Guraland, это мой второй канал, на нём каждый день выходят ежедневные влоги, которые я снимаю на камеру GoPro Session 5. Если вам интересно посмотреть, как она снимает, в каком качестве и разрешении, переходите на мой второй канал, ссылка также есть в описании. На протяжении этого видео и, впрочем, во всех других видео, с вами был я, Вова Гура, увидимся, пока-пока.